Общее сведение. Термин «конфабулес» образован сочетанием слов латинского и греческого языка, означающих «беседовать», «рассказывать» и «заболевания». Данное расстройство относится к группе парамнистических синдромов нарушения памяти, при которых на первый план выходят искажения. Воспоминания о неамнезии. Конфабулес протекает на фоне ясного сознания, отсутствуют значительные расстройства памяти, нарушения и пространственной временной ориентировки. Распространенность выше среди пациентов зрелого и пожилого возраста. У детей и подростков случаи возникновения крайне редки, сопровождают некоторые формы шизофрении. Достоверно эпидемиологические данные отсутствуют, так как не разработана единая концепция происхождения синдрома. Конфабулес Причина конфабулеза Конфабулес напрямую связан с мнеустическими расстройствами и предшествующим периодом помрачения сознания. Факторами развития синдрома становятся тяжелые соматические болезни психозоэкзогенного и эндогенного реже происхождения. Непосредственные причины Конфабулеса продолжают исследоваться. На сегодняшний день выделено несколько идеологических групп инфекционные заболевания. Синдром формируется при паразитарных тифах, малярии, первичных и вторичных энцефалитах. Наплыв фантазийных воспоминаний отмечается после периода лихорадки. Черепно-мозговые травмы Парамнезии чаще возникают на регредиентном этапе после острого периода. Конфабуляции характерны для нарушений черепно-мозгового кровообращения. Интоксикации Психотическое состояние развивается в результате воздействия на головной мозг токсических веществ. Интоксикация наблюдается при злоупотреблении алкоголем, психотропными лекарственными средствами. Шизофрения Конфабулес проявляется в контексте парафренного бреда. Помимо ложных воспоминаний с характером разматывания отмечаются конфабуляции с идеями преследования, воздействия, величия. Старческий психоз Конфабуляторное состояние является стабильным периодом расстройства, сменяющим острые галлюцинаторно-бредовые синдромы. Преобладают воспоминания о фантастических событиях в прошлом, о подвигах, заслугах, невероятных встречах. Патогенез Конфабулес относит к переходным промежуточным синдромам, обусловленным обратимыми органическими изменениями. Патогенез до конца не изучен. Ложные воспоминания формируются как результат патологических процессов в определенных структурах мозга. Предположительно, в основе синдрома могут лежать повреждения гиппокампа отдела мозга, отвечающего за хранение и воспроизведение информации долгосрочной памяти, формирования воспоминаний. Выдвинута теория ведущей роли патологии кровообращения в задних мозговых артериях, которые снабжают кровью нижние участки височных долей, средней и затылочной долей коры головного мозга, а также ствола мозжечок. Симптомы Конфабулеса Симптомы разворачиваются при ясном сознании, сохраненной ориентацией в пространстве и времени, но нарушенном критическом отношении к собственному состоянию. Пациент сочиняет произошедшие события и собственные действия, верит в их реальность. Как правило, сценарий отличается невероятностью, неправдоподобностью. Рассказчик выступает главным действующим лицом, совершает поступки, вызывающие одобрение и восхищение окружающих, спасает ребенка. Или старика от гибели, предупреждает катастрофу, помогает более слабым людям, занимается разработкой ценных лекарств, влияет на решение политиков, знаменитостей. В рассказе больной обстоятелен, последователен, описывает происходящее в подробностях, что делает его историю похожей на реальность. Эмоциональное состояние пациента во время рассказа остается ровным или становится несколько повышенным. При наличии галлюцинаторно-бредовой симптоматики может развиться эйфория. При острых симптоматических психозах Конфабулес сформируется неожиданно и через определенный временной промежуток внезапно прекращается. После выхода из психоза больной помнит содержание рассказа и способен критически к нему относиться, что подтверждает сохранность интеллектуальных способностей. При параноидной шизофрении и старческом психозе к проявлениям Конфабулеса добавляется обширная психопатологическая симптоматика, поэтому Конфабуляции прекращаются, но больной остается некритичным. Ввиду того, что Конфабулес является проходящим синдромом, развитие осложнений не происходит. При отсутствии лечения основного заболевания, инфекции, интоксикации, шизофрении, старческого психоза, черепно-мозговой травмы. Отмечаются соматические и психопатологические последствия, снижающие бытовую и социальную адаптацию пациента. Диагностика Диагностика основывается на клиническом обследовании и проводится врачом, психиатром и неврологом. Дополнительно выполняются инструментальные и психодиагностические процедуры. Задача специалистов – не только определить наличие ложных, выдуманных воспоминаний, но и установить их причину, дифференцировать Конфабулес. С Корсаковским синдромом Комплексное обследование включает диагностическую беседу. Сбор анамнеза производится в ресурсе родственников больного, способных подтвердить или опровергнуть истинность его ответов. В ходе опроса врач выясняет причину Конфабулеса, уточняет характер, степень выраженности, нарушение памяти, оценивает хронологическую и пространственную ориентировку, наличие бредовой и галлюцинаторной симптоматики. В отличие от Конфабулеса, при Корсаковском синдроме обнаруживается амнезия и пространственно-временная дезориентация. Неврологическое обследование Позволяет дифференцировать последствия ЧМТ, тяжелых инфекций и интоксикаций. Врач изучает чувствительность, сохранность рефлексов, двигательных навыков, состояние мышечного тонуса. Инструментальные методы Для оценки состояния ЦНС и выявления причин Конфабулеса назначается ЭГКТ и МРТ головного мозга, УЗДГ сосудов головного мозга. Результаты дают возможность подтвердить либо опровергнуть органическую патологию как причину Конфабуляции. Психодиагностика Патопсихологическое обследование необходимо для обнаружения шизофрении признаков психоза. Исследуется особенность амнистических процессов Определяется наличие качественных изменений мышления, снижение интеллектуальных функций. Лечение Конфабулеза Специфическая терапия Конфабулеза не проводится. Лечение синдрома осуществляется с учетом его этиологии, то есть провоцирующего заболевание интоксикации, инфекции, синильного психоза, шизофрении и последствий ЧМТ. Симптоматическая терапия подбирается психиатрами и неврологами индивидуально в соответствии с клинической картиной. При повышенном возбуждении психопатологической симптоматики, поведенческих и эмоциональных расстройствах назначаются нейролептики, анксиолитики. При органических поражениях ЦНС для улучшения кровообращения мозга и метаболических процессов в нервных клетках применяются наотропы, ангиопротекторы.